У жителя Череповца приставы списали почти 200 тысяч рублей. Эти деньги он получил за участие в войне в Украине. На странице во Вконтакте контрактник Юрий Марков рассказал, что его подставили напарники по бизнесу и не платили налоги. Образовался долг. В результате все заработанные на убийствах украинцев деньги забрали приставы. Сам Макаров виновным в развязании войны Кремль не считает и написал, что, цитирую, в России заговор против Путина. Многим добровольцам не выплатили зарплату. Конец цитаты. Тем временем отказывают в выплатах и раненым в Украине российским солдатам. Об этом заявил адвокат Максим Гребенюк. По его словам, ранение на фронте не нужно долго доказывать справками, а под список для компенсации подходят далеко не все увечья. Вот, собственно говоря, об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армия права». Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Вот, почитал новую газету, они вот где-то раздобыли цифру, что 113 миллиардов рублей предусмотрены на компенсацию ранеными убитым российским солдатам. Они прикинули, что выплаты эти могут быть начислены за гибель от 4 до 7 тысяч человек и ранения 7-12 тысяч человек. Но вот если взять цифры того же ЦРУ, но они в разы выше. То есть, если мы как бы представим, что мы ЦРУ доверяем больше, получается, что выплаты на всех не предусмотрены? Как вы считаете? Ну, по всей видимости, не так. Все-таки идут бюджетные планирования. И, наверное, то, что называется предусмотренными выплатами, это на какой-то период, там, на весну или на какие-то летние месяцы. То есть, я думаю, что если понадобятся, эти цифры будут увеличены, потому что выплаты заложены в законах. И погибшим, и раненым, и страховые, и то, что полагается от Министерства обороны. Это вот заложены законы, и военнослужащие имеют на это право. То есть, другая проблема, что это вот действительно очень трудно оформить, и зачастую не оформляется, и военная медицина не успевает переваривать такое количество ранений. Но выплаты, как бы, в России деньги есть, к сожалению. Сергей, не могу не спросить вас про тему отказников. Наслышанные здесь, как бы, в украинском информационном пространстве, как к ним относится российская армия. Скажите, вот отказники – это сейчас массовое явление? И как действительно к ним относятся в российской армии? Что с ними делают? Ну, вы знаете, очень трудно говорить массовое и немассовое явление, потому что, ну вот, вы должны понимать, что никакой официальной статистики нет, никакой независимой статистики тоже нет, и поэтому мы можем оперировать только теми обращениями, которые идут к правозащитным организациям. То есть, через нашу организацию прошли десятки отказников, и они благополучно уволились. То есть, те военнослужащие, которые заявляли по тем или иным причинам, что вот они не могут продолжать участвовать в операции, появились антивоенные убеждения, и на этом основании просили расторгнуть контракт. Если учесть коллег, мы единственная организация, которая этим помогает. Наверное, можно говорить о нескольких сотен. Недавно о нескольких сотнях таких отказчиков. Но некоторые СМИ делают, обобщая информацию, имеющуюся в интернете, заявляют о нескольких тысячах уже отказниках. И, по всей видимости, это становится таким заметным явлением. И мы, если первое время, в марте, в апреле, когда появились такие случаи отказа, фиксировали просто в случае дискриминации, некоторые военкомы ставили печати, такие, так сказать, неизвестно откуда взявшиеся из головы, что вот данный военнослужащий склонен к предательству, обману, и такие печати ставили в военный билет. Появляли случаи, что в военных городках, где проживают такие отказники, на домах вывешивали тоже соответствующие листовки. Это совершенно незаконно, но это в стиле российской пропаганды. Когда это обжаловалось прокуратуру, прокуратура вставала на сторону военнослужащего и отменяла это все. А сейчас, с начала июля, появились довольно жесткие свидетельства и факты, что отказников свозят на территорию Луганской области в разные места, колонию, Брянка называлась, другие сейчас места, где задерживают незаконно совершенно, по российским законам, для задержания и ареста военнослужащего требуется решение суда. Они их задерживают, подвергают тоже психологическому давлению, а некоторые родители, со слов самих военнослужащих, которые дозваниваются военнослужащим родителем, а родители в правозащитной организации или журналистам, они заявляют о физических уже пытках. То есть, это уже вот такое явное давление на отказников. А вот давайте, если можно, вернемся к раненым солдатам. Вот Максим Гребенюк, о котором мы вспоминали, адвокат и руководитель правозащитного проекта «Военный омбудсмен», вот он говорит, что к нему обращаются уже сотни обращений, то есть у него есть сотни обращений, из-за отказа в выплатах за ранения. Вот он говорит, что сначала не было там каких-то критериев, по поводу ранений, что такое там, травма, контузия, вещи, оплатили всем. Вот после 22 апреля появился какой-то список и начались проблемы. Вот к вам обращаются с подобными, скажем так, трудностями? Вот и почему они возникают? Что в список там написано, если ногу оторвало, это воевало, если там пулевое ранение, то надо доказать? Что это? Ну, Минобороны к нам тоже обращаются. Правда, мы в основном занимаемся отказниками, организация небольшая, и весь спектр уже сейчас проблем подхватить не можем, но такие обращения тоже есть. И он совершенно прав. Проблема в том, что это бюрократия, Министерство обороны тоже бюрократия. И когда в начале марта вышел указ президента о том, что всем раненым положено 3 миллиона, будет выплачиваться из бюджета, помимо других выплат, то есть в соответствии с законом, сейчас выплачивается 300 тысяч за тяжелое ранение, и примерно 75 тысяч за легкое ранение. Это выплачивается по справке, командир должен написать такую справку, и по заключению военно-врачебной комиссии после госпиталя. А помимо этого еще президент обещал всем 3 миллиона. Но это президент обещал, а как их выплачивать? И вот был вопрос, и поэтому правительство России выпустило постановление, где перечислены, за какие случаи ранения выплачиваются, а за какие нет. И Максим Гребенюк совершенно прав. И говорит о том, что это такое впечатление, что это постановление касается мирного времени, потому что очень многие боевые ранения туда не вошли, а родине мирного времени там возникают проблемы. То есть это ранение надо оформить, то есть командир должен оформить, или это военно-врачебная комиссия должна написать соответствующий диагноз, который совпадал бы с этим перечнем, и второе, зафиксировать, что это ранение получено во время боевых действий. Это уже должна быть справка от командира. И вот с оформлением этих бумаг возникают большие проблемы, как всегда в России, и появляются сотни обращений. Но насколько, если мы оперируем цифрам 50-60 тысяч раненых, по таким грубым оценкам, все-таки сотни обращений в правозащитные организации, это довольно заметно. А сколько их на самом деле, мы не знаем, потому что статистики нет. А вот эти люди, это вот срочники, контрактники, и вот какой, есть ли среди них так называемые добровольцы, вот какой у них правовой статус, вот если они получают ранение, скажем так, на этой войне, то они потом, скажем так, заслуживают, в кавычках, на эту компенсацию? Или же могут возникнуть вопросы? Все, что я говорил, это касается военнослужащих Российской Федерации, а военнослужащими являются либо военнослужащие по призыву, то есть срочник, либо военнослужащие по контракту. Вот они имеют статус военнослужащего. Если он контрактник, он заключил контракт с Министерством обороны, или с Росгвардией, или с ФСБ, если это погранвойска. А если это срочник, его призвали на военную службу. То есть тут все очень четко и понятно. И только таким военнослужащим по закону положены вот эти компенсации, о которых я говорил. Если речь идет о добровольцах так называемых, то с ними они вообще по закону российскому не существуют. И, соответственно, не существуют и никакие выплаты. Поэтому то, что им платится или то, что обещается, это какие-то внебюджетные фонды, либо какие-то внебюджетные совершенно фонды, которые тоже с точки зрения российского законодательства, если подходить формально, они тоже незаконны. То есть с добровольцами вообще очень непонятная история. Им никто ничего не обязан давать. И это еще с 2014-2015 года большая проблема, что многие граждане России, которые поехали повоевать на Донбасс, на стороне ДНР, ЛНР, так называемые добровольцы, вливались там в какие-то отряды, а потом, получив ранения, или если они погибли, то родственники или сами эти, получившие ранения, претендовали в России на какие-то выплаты. Но, конечно, ничего не получали, потому что по закону им ничего не положено. Все равно, Сергей, создается впечатление, все равно, что эти раненые российские солдаты уже в России никому не нужны. Почему так выходит? Видим, что в интернете им на лечение деньги собирают. Ну, это не то, что никому не нужны. Состояние российского общества сейчас вообще вызывает проблемы. И это отдельный разговор. Но я хочу сказать, что статус военнослужащего, он дает право на получение этих выплат. И, в принципе, Россия выплачивает погибшим или их семьям. И проблемы возникают только если там справки не оформлены или самого тела военнослужащего, тела не найдено, потому что и, соответственно, нельзя написать справку, на основании чего он погиб, и связать это с боевыми действиями. Только в таких случаях возникает проблема. Ну, а со стороны раненых возникает проблема со стороны оформления бумаг. Ну, чиновники, как всегда, чиновники в России очень наплевательски относятся к тем, кого они обслуживают. И, может быть, из-за этого создается впечатление. И когда человеку, если он не оформил бумаги, не выплачиваются такие пособия, ну, тогда какие-то люди начинают собирать деньги ему на помощь уже, то, что называется, всем миром. Сергей, и вот финальный вопрос. Прошу вас, читала от вас историю, что говорили, вы рассказывали, вернемся к отказникам. Читала историю, сестра вам рассказывала, контрактника, что после трех месяцев участия в боевых действиях ее брат и сослуживцы в последние недели выживали без еды и воды. В итоге они сами дошли до Крыма и подали в военную прокуратуру рапорты о расторжении контрактов. Им сказали, что отвезут в часть по месту дислокации, но прилетел вертолет и отвез их в Луганскую область. Часто ли это происходит? Ну, вот я говорю, такие случаи стали происходить. Сейчас в июле это началось и приобретает довольно массовый характер. По крайней мере, мы сейчас знаем о десятках, можно даже и можно говорить о сотне военнослужащих отказников, которые содержат. Это только те, о которых стало известно правозащитным структурам или СМИ, сколько на самом деле совершенно непонятно. Сами военнослужащие, которые удалось вырваться оттуда, заявляют о большом количестве. То есть вот эта история, что командование России стало бороться с отказниками. И получается, что российских солдат, само российское командование держит хуже пленных и относится к ним хуже, чем к военнопленным. Хотя, наверное, ты сейчас после этого взрыва говорить об этом тоже не очень правильно. Спасибо, Сергей. Спасибо большое. Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии права». Мы говорили о компенсациях для российских военных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова